Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и сегодня я расскажу вам про лучший ром-фанд, который успела прочитать за всю эту осень. И начну я, как всегда, с минутки введения в этот жанр и в эту рубрику на моем канале, потому что аудитории много новые, кому-то эти видео выдаются случайно, и я всегда стараюсь хотя бы в паре слов объяснить, что это такое, что это за жанр, и зачем я вообще эти видео снимаю, и почему они таким особняком стоят у меня на канале. Итак, ром-фанд – это романтическая фэнтези, и чаще всего этот жанр вот примерно из-за такого оформления считают каким-то несерьезным, считают чуть ли не низшим жанром фэнтези, который и внимания не стоит. И вот мне в данной рубрике, в этих видео всегда очень нравится делиться с вами какими-то открытиями или советовать действительно классные книги, которые заслуживают вашего внимания, которые скрасят вам пару вечеров, ведь жанр этот действительно замечательный, и можно найти в нем как абсолютно развлекательное романтическое фэнтези, которое призвано исключительно поднять вам настроение, провести с ним хорошо вечерочек или пару вечеров, но есть и настоящие жемчужины, которые являются просто обалденными представителями иногда даже темного фэнтези, но просто вот они попадают в серию, и из-за этого лишаются львиной доли читательского внимания, и их целевая аудитория, в общем-то, мимо этих книг и проходит. И у меня на канале именно в рамках этой рубрики, именно в данных видео, сложился настоящий клуб по интересам и такая традиция. Здесь в комментариях я всегда вас призываю делиться своими открытиями в жанре, что интересного вы прочитали или, может, что-то бесячее прочитали, и хотите побурлить эмоциями. Даже если я и не возьму книгу в одну из своих следующих подборок, кому-то ваш отзыв явно пойдет на пользу и поможет принять решение в выборе книги на прочтение. И, как правило, во всех моих подборках есть парочка вот тех самых жемчужин, книг, которые мне хочется советовать просто любителям фэнтези, вот обращать на них самое-самое пристальное внимание. Но сегодняшняя подборка достаточно ровная. Ровная в хорошем смысле этого слова. Здесь практически каждую книгу я смогу советовать, но с небольшими оговорками. Поэтому слушайте внимательно. Ну а начну я, как всегда, с минутки полезной информации специально для всех читателей, для всех тех, кто так же, как и я, постоянно находится в сидячей позе, постоянно читает. И я с удовольствием поделюсь с вами и напомню про свой самый любимый способ вводить и поддерживать физическую активность в своей жизни. Конечно же, я говорю про платформу FitStars. И когда я в прошлом году выбирала онлайн-платформу для занятий спортом, у меня было несколько основных критериев. Мне хотелось разнообразие тренировок, чтобы они были обязательно разные по длительности. Можно было и зарядку 5 минут утром сделать, и растяжку там в течение дня на полчасика, ну и что-то более полноценное и комплексное. И вот если на платформе еще бы содержались рецепты и советы по уходу за собой, это было бы совершенно замечательно. И вот все это и даже больше я нашла на платформе FitStars. На сайте можно найти более 2000 разнообразных тренировок по 135 программам. Похудение, растяжка, зарядки, йога, зумба, пилатес и многое другое. Не нужно никакой подготовки, все программы подходят для новичков, плюс можно выбрать удобную продолжительность тренировки от 7 до 30 минут в день. И техника выполнения упражнений подробно показана. На платформе FitStars вообще очень удобно все собрано в одном месте. Есть раздел питания с рецептами, расчетом калорий и целым курсом об основах рационального питания. А еще у них есть курсы на тему здоровья, тела и ухода за собой под любой запрос. Здоровая стопа, курсы по дыханию, танцы и даже фейс-фитнес. Я по утрам теперь не обхожусь без зарядки и растяжку стараюсь сделать в течение дня. Это буквально спасает мою спину от постоянной нагрузки за работой. И еще классный момент, FitStars работает на любом устройстве, хоть на телефоне и планшете, хоть на телевизоре, любой удобный формат. Ну и как всегда у FitStars есть для нас в ноябре подарки. Во-первых, действует акция «Тренируйся и получай подарки». И там нужно выполнять тренировки, и за них вы получите коврик и два набора фитнес-лен. Там всего 5000 таких наборов. Так что успевайте поучаствовать. Ну и в этот раз для вас, для моей аудитории, у FitStars есть особенное предложение и специальный подарок. Если вы купите тариф безлимитно всегда, используя мой промокод BOOKSAROUND, вы получите умные весы PIKUK в подарок. Там их всего 50 штук. То есть для первых 50 купивших безлимитно всегда обязательно успевайте поучаствовать. Это очень крутое предложение. И к тому же обращу ваше внимание, что вот этот тариф безлимитно всегда, когда вы один раз его оплачиваете и пользуетесь безлимитно и навсегда, его можно приобрести только до конца ноября. Все, дальше будут тарифы уже с подпиской и только обновляемые. Так что обязательно обратите внимание на эту информацию. Вся она продублирована, как всегда, в описании. Загляните на сайт, ознакомьтесь с условиями и с подарками. И, конечно же, давайте вместе становиться лучше. Ну а я с удовольствием и, наконец-то, перехожу к своей подборке RUM FUNTA. И начну я с Анны Платуновой, и ее требуется жених, людей просьба не беспокоить. Здесь у меня, пожалуй, будет единственная претензия – это к названию, потому что оно соответствует и оно отражает суть книги и сам сюжет. Но вот если бы я не знала Анну Платунову, если бы я не любила творчество этого автора, я бы, скорее всего, прошла мимо, потому что уж слишком что-то такое отдает чем-то таким, отдает серийным. С Анной Платуновой я познакомилась и влюбилась в ее творчество благодаря книге «Твое имя». Не устаю ее советовать, для меня это просто идеальный образец RUM FUNTA с нотками темной фэнтези, с потрясающим сюжетом, с внутренними расследованиями. В общем, в каждом выпуске я вам про эту книгу напоминаю. И если вы впервые открыли такую рубрику на моем канале и вот думаете, с чего бы подступиться к жанру, это один из прекрасных вариантов. И вот с тех пор я у Анны прочитала уже достаточное количество произведений, и все они мне нравились и понравились. То есть это четко выверенный авторский стиль, я даже узнаю уже некоторые там сюжетные повороты и некоторые черты характера. И вот в принципе, как и в «Твое имя» была история героини, такой заледеневшей изнутри, сосредоточенной на своем деле. И героини, которая разочаровалась в мужчинах, которая в целом разочаровалась в людях, и ей хочется вот закрыться и жить свою жизнь. Вот такая же история примерно здесь и рассказывается. Естественно, в другом антураже, совершенно другая история, совершенно другой бэкграунд, скажем так, у героини. И здесь это мать-одиночка, девушка из разорившегося дворянского рода, которую она опозорила как раз тем, что у ее дочери нет отца. И она вынуждена выживать, она вынуждена как-то к этому миру приспосабливаться. И в общем-то у нее есть всего два варианта. Либо пойти какой-нибудь там гувернанткой, потому что у нее есть образование, или идти какой-нибудь прачкой, но это уж совсем ниже ее достоинства. И получается так, что ловит она идею, главная героиня здесь, открыть брачное агентство. Но ввиду того, что людей она не жалует, особенно ей не хочется иметь никаких дел с мужчинами, она открывает брачное агентство для всех рас. Для троллей, драконов, в общем, кого вы себе только можете представить, в этом мире волшебных рас навалом они интересные. И классная очень особенность, эти истории, которые разворачивались в брачном агентстве, как вы понимаете, она его открыла. Каждая история, допустим, застенчивых троллей, она здесь рассказывалась как бы дополнительным сюжетом. И вот эти вставочки дополнительных сюжетов, в них можно было узнавать сказки или легенды. И вот мне очень нравится такая сказочная и дополнительная сюжетная наполненность. То есть ты не просто получаешь вот румфантовскую историю любви, тебе очень интересно читать вот эти дополнительные истории, они раскрывают и расширяют мир, они дополняют портреты главных героев. Ну и, в общем-то, в чем тут заключается романтическая линия? Брачному агентству не для людей, конечно же, нужна реклама. И вот к этой рекламе был подпряжен журналист. Изначально история двух людей, мужчины и женщины, конечно же, здесь шита белыми нитками, но вот наблюдать за этим процессом оттаивания сердца главной героини было очень приятно, и это трогало мое собственное сердце. Вот я во время прочтения этой книги немного вспоминала про Стальной Подснежник, тоже с такой сильной героиней, немного вспоминала как раз про твое имя, и вот этот троп с тем, что герои постепенно сближаются, и сердце женщины, которая испытала много боли, вновь наполняется любовью, здесь это как раз и используется. А еще мне хочется немного заступиться за это произведение, потому что когда я впервые показывала его в книжных покупках, я получила несколько комментариев из разряда «Я тоже люблю Анну Плотонову, но вот это что-то более проходное, эта книга ниже уровнем, чем остальные произведения автора, она просто полегче, и читалась она полегче, но это все тот же и образный, и красивый слог, и даже вот такое слегка раздробленное построение сюжета я уже встречала в «Один поцелуй до другого мира», очень тоже, кстати, классное произведение, вот если начнете дальше знакомиться, крайне вам советую, оставлю ссылочку, где подробнее про него рассказывала. И если ищете что-то вот на вечерочек отдохнуть, неглупо написанное, с сюжетом, с сказочными вкраплениями, легендарными вкраплениями и с очаровательными героями, я советую. Единственное, возможно, кого-то будет раздражать главная героиня, потому что изначально она действительно может показаться вот такой дамой, попавшей в беду, при этом достаточно, ну, ненагловатой, но не умеющей сглаживать углы, но все-таки нужно делать скидку на то, что она выросла в аристократической семье, и у нее определенные запросы и требования к окружающим существуют. Но она, сразу в оправдание скажу, становится гораздо более человечной, и дочку у нее самоочарование. Следующая книга, вот здесь сейчас буду расплываться в улыбках и советовать, наверное, абсолютно всем любителям румфанта, это Наталья Мазуркевич «Не все дракону-ведьма». Надеюсь, я правильно прочитала фамилию автора. Действительно, с произведениями Натальи Мазуркевич я раньше знакома не была, и во время прочтения выяснилось, что эта книга является третьей частью цикла, но, сразу скажу, читаться она может абсолютно совершенно законченно и отдельно. И вот у меня примерно та же история была когда-то с как раз «Осторожно, женская фэнтези». Я начала там со второй части, и вот все понимала, сюжет отдельный, герои новые, но при этом были второстепенные герои, у которых чувствовалась дополнительная история, которую тебе хотелось получить, и выяснилось, что есть там еще первая книга. Вот здесь насчет второстепенных героев я тоже такое ощущала. И что мне здесь хочется сказать, главная героиня у нас не наделена ни капелькой волшебства, но она в этом мире справляется. И вот здесь, если говорить про сюжет, тоже используется такая завязка, которую я не единожды встречала, и в первую очередь я вспомнила про одну из повестей из «Граней обсидиана» Натальи Колесовой. Там тоже главная героиня, сопровождая либо свою сестру, либо здесь в данном случае кузину, едет выдавать ее замуж в другую страну, с другими обычаями. И здесь я, кстати, вспоминала Марину Суржевскую и ее... Ну вот эту серию забыла, как она называется. Там, где в каждой книге героини или герои попадают в новую для себя обстановку, и вот все традиции, обычаи, вот этот бытовой аспект очень здорово раскрывается. Также и здесь, в плане мироустройства, в плане того, что страна новая, закрытая достаточно ото всех, и вот со своими внутренними распорядками и обрядами, вот в это погружаться было очень интересно. Но и героиня, она такая, не растеряется ни в какой ситуации. Вот от нее я прямо получала заряд энергии. Это тот самый случай, когда ты читаешь Ромфанд, и тебе становится, ну не знаю, приходит твое душевное равновесие в равновесие. Очень люблю такое ощущение во время прочтения книг, нечасто его испытываю, и именно здесь такое я получила. Кстати, здесь был лучше просто мужской герой. Вот, наверное, смотрю я сегодня на всю свою стопочку. Приз «Лучшая мужская роль», лучший главный герой, и заботливый, и добрый, и внимательный, и при этом такой обаятельный, и харизматичный. Вот достается персонажу именно из этой книги. Если любите героев еще и с кучей тайн, которые постепенно раскрываются, сначала они наваливаются и закручиваются, но потом они постепенно раскрываются, обязательно обратите внимание, «Не все дракону-ведьма». Ну и, конечно же, если вы любите книги с драконами, с чешуйчатыми, хвостатыми, и с такой интересной деталью и расой в сюжете, тоже обращаю ваше внимание. У меня эта книга прямо, я держу ее в руках, ощущение, что она самая зачитанная, потому что я ее прочитала, и в течение пары недель она у меня еще лежала на рабочем столе, и я ее так перелистывала, какие-то моменты находила, либо улыбалась, либо мне что-то хотелось перечитать. Ну, в общем, вот это прямо в восторге. Следующая, топ-три... Ладно, давайте, сегодня у нас в подборке будет еще и топ-три. Анна Платунова – это автор, которая у меня почти автоматически попадает на первое место. Максимально близко к нему приближено второе место с «Не все дракону-ведьма». И, наконец, третье. Закрывают нашу тройку лидеров Евгения Александрова и ее невеста Света для «Стража тьмы». И вот здесь как раз из всей сегодняшней подборки это произведение больше всего тянет на просто фэнтези с романтической линией. Вообще, у Жени практически все произведения, которые я читала, как раз на это и заточены. То есть, есть интересный сюжет, как в данном случае детективный, с политическими интригами, с интересным мироустройством, которое ты постепенно раскрываешь и собираешь его как бы вот из разрозненных фактов для себя. И при этом есть обязательно очень адекватные герои, которые совершают поступки, и ты понимаешь, почему они так делают. А не потому, что героиня, вот чувства у нее возобладали и решила она так поступить по велению сердца. Здесь, как правило, все выверено, взвешено, трезво. Мне очень нравится с точки зрения психологии всегда наблюдать за отношениями мужчин и женщин. Вот именно в книгах Евгении Александровой романтика для меня без романтизации насилия, без романтизации каких-то, не знаю, странных привязанностей. Вот здесь для меня все очень адекватно и почему-то я рассказываю и у меня ощущение, что у кого-то может сложиться ощущение, что адекватно, но скучно. Нет, вообще нет. Здесь тоже изначально довольно стандартный прием для ромфанта, потому что героиня у нас должна подменить подругу, ее умоляющую, в определенном ритуале, в ходе которого она должна представиться невестой смерти для стражей тьмы, как вы можете понять по названию. Ну, в общем, это такая черта мира, в котором должно соблюдаться равновесие и здесь главная героиня по доброте душевной соглашается на такую авантюру и, как вы понимаете, все идет не по плану. Она никакая не невеста смерти, она маг-артефактор, она маг, который занимается иллюзиями и она оказывается связана с тем самым стражем тьмы. Чему это нарушение баланса может привести и что там в целом за детективная загадка закручивается, эта книга и рассказывает. Читалась, как всегда, тоже очень-очень легко и если вы от Румфанта ищите в первую очередь интересного сюжета с не слишком, вот, не в глаза бьющей романтикой и уж точно без излишнего, там, сахара скрипящего на зубах, вот еще один мой совет «Невеста света» для стражей тьмы. Кстати, постараюсь не забыть оставить ссылочку на мой предыдущий обзор, где я тоже про книгу Жени Александровой рассказывала, там был еще один отличный вариант. Вот следующее произведение это Мария Дубинина и ее инг Мари «Виртуоз магического сыска» и здесь произведение снова построено на всем известном повороте сюжета, когда в мире существует некое магическое разделение, там, завеса или какой-нибудь барьер и из-за него приходит новый герой вот в мир реальный для этой книги и его нужно как-то адаптировать, социализировать или в данном случае дать вводный в профессию сыщика и здесь у нас снежный эльф попадает в компанию главной героини и она очень так рьяно берется за порученное дело, потому что она карьеристка, она хочет вот выполнить задание, но здесь очень тоже интересная детективная составляющая, потому что здесь орудует настоящий маньяк, такой довольно кровавый маньяк, который уничтожает, и он является человеческим магом, и он уничтожает Фейри. И вот в этой книге тоже очень классно выписано вот это сочетание миров альтернативно, ну, псевдовикторианским, наверное, я его назову, потому что такие нотки чувствовались, человеческий мир и мир Фейри. И здесь их социальное устройство, там разные слои, разные кланы, их обычаи, вот здесь тоже этим книга была насыщена. И если вы хотите чего-то про эльфов, про Фейри с флером в викторианской Англии, плюс еще с классным детективом, вот тоже мои советы. Но при этом данная книга вот из всех сегодняшних произведений читалась для меня, ну, просто как интересный ром-фан. То есть без каких-то эмоциональных там взлетов и падений я, наверное, все-таки немножко присытилась вот этим тропом, когда уверенная в себе, нацеленная на результат главная героиня и раздолбай, к ней эльф попадает в напарники. У меня ощущение, что вот слишком много таких парочек уже встречала. И, кстати, впервые в жизни я с таким тропом познакомилась, когда смотрела сериал «Кассл». Вот про него я тоже здесь вспоминала, когда впервые знакомилась с героями. И если ищете ром-фан с упором на детектив, еще и со всякими забавными ситуациями с героями, еще одни мои рекомендации. Следующая книга это Марина Ефименюк и ее «Не злите добрую колдунью». Это еще одна третья часть из цикла, но она тоже может читаться совершенно закончена. И здесь у нас снова ситуация. всем поклонникам жанра, да и не только поклонникам жанра ром-фанд прекрасно знакомая. Есть у нас светлая ведьма, светлая колдунья, которая возделывает свой огород, варит зелье и, в общем-то, живет припеваючи, но по соседству селится ведьмак, темный маг, с которым они не просто не могут там кусок огорода поделить, с которым у них, естественно, идет и противоборство их сил. есть там еще интересный момент с обменом кое-чем, но не буду вам спойлерить, потому что, ну, это тоже довольно известный поворот сюжета в ром-фанте, но пусть хоть что-то станет для вас сюрпризом, потому что книга очень-очень предсказуемая. И вот их соседские войны вот отлично показаны на обложке. Герои прекрасные, очень много забавных ситуаций, они так и исторгают из себя шуточки, колкости, постоянные какие-то, не знаю, мелкие пакости друг для друга. И это было наблюдать очень и очень забавно. Вот если вы ищете в фэнтези и в ром-фанте огромную юмористическую составляющую и такое ощущение от прочтения, чтобы взял читать и чувствовал, что ну вот все немножко несерьезно, вот все таким ситкомом легким отдает, вот обязательно обратите внимание на «Не злите добрую колдунью». Здесь, кстати, эта книга обозначена как сборник, и здесь список глав, и в конце есть как бы еще повесть, дополняющее произведение. Мне, кстати, это понравилось вот именно по структуре. А еще понравилось, что у глав были говорящие названия, то есть это тоже как бы небольшие истории в цельном произведении. С Мариной Ефименюк вообще мне бы нужно продолжить знакомство, потому что что-то я у нее вроде уже читала, но вот как-то автор в памяти у меня не врезался и не зафиксировался. А вот дальше кое-что интересненькое в ром-фанте, потому что это внесерийные произведения, во всяком случае вот по оформлению они достаточно сильно отличаются. И я бы их не взяла читать, если бы в новинках, там в каких-то боксах не получала, либо мне не советовали. Во-первых, Нелли Хейл и ее Царица Ночи. Вот я, когда эту книгу распаковывала в каком-то боксе и показывала в покупках, мне сразу в комментариях написали, что о, это классная славянская фэнтези. Я тогда еще подумала, какое славянское фэнтези, здесь обложка чего-то готичного, но действительно здесь есть вот такой псевдо-славянский антураж и здесь история начинается с того, что когда-то главная героиня захотела спасти своего возлюбленного, которого забирали на битву, на войну, она заключила сделку с потусторонними силами, вернее, с богиней смерти и была обманута. И теперь она отвечает в Царстве Мертвых за некий бал любви, который проходит ежегодно и на который попадают души людей, чья любовь оказалась сильнее смерти. И если вы сейчас слушаете эту завязку и описание сюжета и думаете, ооо, это что-то очень романтичное и слишком-слишком сладенькое, да, так оно и есть. Вот это произведение подойдет всем, кто любит романтику, нежность, вот постоянное описание чувств, и он меня точно любит, и я его точно люблю, и мы обязательно будем вместе, но у нас сейчас есть какое-то препятствие, и мы его преодолеем, и вот ты читаешь это, и ты прекрасно понимаешь, чем все закончится, но тебя не то, чтобы слишком раздражают эти эмоции. Я в целом такое не люблю в книгах. Мне нравится, чтобы романтика была обязательно в балансе с приключениями, вообще идеально, если еще с долей вот темного чего-то, там темного фэнтези, какой-нибудь кровяки, битв, я такое люблю, чтобы оттенялась романтичная линия, но здесь вот как ни странно, меня это не раздражало, то есть я читала, и мне нравилась атмосфера, и вот даже если так условно разделять эту книгу на части, здесь, наверное, половина это сама завязка сюжета и описание того, что, в общем-то, произошло, а вторая часть это сплошняком описание чувств и эмоций, и вот как герои идут заново друг к другу. Вот по итогу прочтения мне не хочется давать этой книге какой-то оценки, потому что я понимаю, что она неплохая, она просто не совсем моя, но даже с учетом того, что я не люблю такое в литературе, мне читалось нормально, и книгу я, главное, дочитала. Если ищете чего-то необычного, очень-очень нежно-романтического с темой смерти, любви и вот этой вечной темы любви, любви, вернее, вечной в ромфанте, еще и со славянскими нотками, тоже могу рекомендовать. Следующая книга, и вот это, наверное, единственное небольшое разочарование из сегодняшней подборки, это «Сумеречное сердце». Вера Петрук, тоже книгу я получила из списка новинок, и здесь вампирская тема, которую я взяла вот в течение октября читать, и здесь у нас главная героиня изгнана из своего вампирского клана, и она лишена способности пить кровь, то есть она обречена на смерть. Но появляется в ее жизни персонаж, который обещает ей восстановить ее способность, но ей нужно сделать некий квест. И вот эта книга, чем она мне понравилась, почему я ее тоже дочитала сюжетно, она напоминает такую компьютерную игрушку или настолку какую-то, когда тебе нужно выполнить одно, второе, третье, и в конце ты должен получить награду. И вот наблюдать за этим путем героини было достаточно увлекательно, но самое главное «но» здесь для меня, мне не очень понравился финал, он какой-то смазанный, и ожидалось совсем другого, вот совсем нагнетения действия, продолжать серию, вот в целом эту я вряд ли буду. И, наконец, я дочитала, вернее, закончила перечитывать «Двериндариум» Марину Сержевской, удовольствие от перечитывания любимой истории вот в новом оформлении, с прекрасными иллюстрациями, с цветными форзицами, с изображением персонажей, я получила невероятное вот «Двериндариум», и в прошлом году я вносила его в список лучшего фэнтези в году, и в этом году он 100% туда войдет, потому что для меня вот эта серия это еще один пример идеального румфанта. Есть романтическая составляющая, но она вообще не забивает сюжетно-приключенческую составляющую. Интересный мир с тем самым «Двериндариумом», неким островом и по совместительству учебным заведением, где нужно пройти определенную подготовку, чтобы открыть дверь, войти куда-то и получить там особенный дар. Вот как это происходит, какие дары получаются, и почему это достаточно опасное занятие, здесь рассказывается. Главная героиня изначально вообще не может претендовать ни на какой дар, потому что она бедная, а заплатить за эту привилегию и за получение дара нужно достаточно много. Но изначально ей как будто улыбнулась удача, и она может поменяться, вернее, ей предлагает поменяться местами наследница богатого рода, потому что они внешне очень схожи, ну а у наследницы так складываются жизненные обстоятельства, что ей вообще не нужен этот дар, и ей хочется заниматься там своей личной жизнью, и год терять в дверендариуме ей совсем не с руки. И вот здесь главная героиня, детство которой прошло в приюте, и у нее есть загадки, есть странные воспоминания, отправляется в этот дверендариум и попадает в пучину приключений. Главный романтический ее интерес сначала достаточно остренько-пикантный, потому что это брат той девушки, которую она заменила, и он-то не знает, ну брат, с которым они очень давно не общались, там когда-то в детстве виделись, и он-то не знает, что это не его родственница, и вот такой налет чего-то нездорового изначально здесь в истории присутствовал, но с ходом развития их отношений, с тем, что выясняется, что она это не сестра, как бы это становится более логичным, и особо на этом, скажем так, акцента нет, но если что, вот я вас предупредила о том, что вначале такое присутствует, и вот если вы от Ромфанта ждете историю, насыщенную загадками, с интересными сюжетными вот это поворотами, плюс классным мироустройством, и вот интересным составляющим потустороннего чего-то, то есть какого-то там еще места, которое нужно исследовать, в которое нужно попасть, вот тоже дверендариум я очень-очень советую, и обращаю ваше внимание, что сейчас он продается в очень красивом оформлении, мне так нравятся здесь иллюстрации, вот я персонажей ровно так себе и представляла, и друзья, я в завершении еще скажу пару слов про королевскую кровь, потому что обычно я все свои подборки с Ромфантом приурочиваю к выходу очередного тома королевской крови у Руграм, у Т8, ну вот в данном случае у меня получилось такое между томами, но я скажу вам, что читаю сама сейчас прямо в процессе написания, вот все, что Ира выкладывает, я подсела на королевскую кровь с новой силой, хотя кажется вот куда уж сильнее, и вас я в комментариях приглашаю поделиться со мной, свериться со мной, если читаете тоже королевскую кровь, напишите мне в каком месте истории вы сейчас, и ждете новую часть полноценно, 12-ю книгу, или присоединились и читаете ее вот тоже в процессе написания, или может там где-то еще на 10-й, или может только присматриваетесь к этой серии, но без королевской крови моя подборка с Румфантом обойтись ни в коем случае не может, поэтому жду ваших комментариев, советов, не только по поводу королевской крови, а в целом про Румфант, и мы с вами увидимся совсем скоро, пока!